Микс Ньюз. Всегда ли прав гость? Как оставлять чаевые? Как правильно прожарить мясо и выбрать вино? На Радио Болтком Открытая Кухня. Авторская программа ресторанного гуру Валерии Ивановой. Открытый разговор с экспертами, розыгрыш призов и даже дегустации в прямом эфире. Каждый понедельник в 17.00 на Радио Болтком. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа Открытая Кухня и я Валерия Иванова. Рада вас всех приветствовать сегодняшним вечером. Как я говорила в прошлый понедельник, этот месяц у нас посвящен потрясающе важному, яркому, интересному, информативному событию, которое сейчас происходит в Москве. Это мероприятие, которое называется Пир Экспо 2020, Москва Кейк Шоу 2020. В связи с этим я очень рада радовать, рада радовать, очень рада представить сегодня тех же участников, которые будут спикерами и сегодня были спикерами на этом мероприятии. Сегодня у меня потрясающе просто яркая девушка, те, кто смотрит нас сейчас онлайн, это шеф-кондитер Мария Маград. Добрый вечер. Всем привет. Привет, привет. И гость, которого вы уже видели, это Валентина Гурцева. Она является куратором Москва Кейк Шоу 2020. И сегодня мы пообщаемся, собственно, про всю творческую историю шеф-кондитера Марии Маград. Вы можете пока загуглить в Инстаграме или у нас на страничке, посмотреть, чем же девушка всех так впечатляет, насколько она отличается от других кондитеров, насколько у нее яркое и неповторимое творчество. Я также спешу анонсировать, что если у наших рижан, да, будут вопросы к вам, коллеги, да, то смело звоните нам 6721-2939, 6721-3939 или пишите нам в WhatsApp 230-6191. Ну, а мы непосредственно приступаем к эфиру. Я уже прям не могу, не могу, как хочу пообщаться с Марией. Вчера весь вечер смотрела ее фотографии в который раз на ее профиле в Инстаграм. Мария, расскажите, пожалуйста, нам и нашим радиослушателям, собственно, вот как вы пришли к тому, чем занимаетесь, я еще расскажу чуть позже, да, сохраним интригу, где учились, где стажировались, вот как пришли к тому, что вы сейчас делаете. Итак, всем привет еще раз. Но у меня история немного странная, может быть, отличается, может быть, для кого-то она наоборот будет очень даже близка. Я нигде не училась, нигде не стажировалась, полностью самоучка с нуля. И моя история с тортами закрутилась очень забавным образом. Дело в том, что в 2014 году у меня стал выбор, где же заказать торт на день рождения. Я решила, что это должен быть какой-нибудь особенный день рождения. И, конечно же, он должен быть именно с красивым, необычным тортом. Начала смотреть всякие работы по всяким группам, чтобы заказать. И на тот момент еще мой молодой человек, сейчас он уже мой муж, сказал мне, что ну а зачем тебе где-то заказывать? Сделай лучше торт сама, у тебя точно получится. Потому что я много лет вела кулинарный блог, выкладывала рецепты и все такое. И он мне сказал, ну почему бы тебе не попробовать сделать сладкое. А я всю жизнь мечтала быть именно поваром, училась не по профессии. И как раз это был тот момент, когда я закончила университет и думала, ну все, наверное, нужно пойти на какие-то курсы, учиться, буду работать на профессиональной кухне и все такое. Один рождение у меня в сентябре, соответственно, я лето все прогуляла и вот тут я решила сделать торт. Конечно же, я не рассчитывала, что что-то получится. Это был мой первый опыт. Я никогда не работала с какими-то материалами. Но, к слову, сейчас я уже понимаю, я сразу пошла по харду и решила сделать не кремовый торт, а мастичный. Купила все ингредиенты. На тот момент, в 2014 году еще было довольно маленькое количество каких-то магазинов, в которых можно было купить материалы. Это сейчас у нас уже как-то эта сфера развивается, растет, появляются новые материалы и, конечно же, магазины. А тогда этого почти ничего не было. И я купила все первое попавшееся, что было, ничего не знала, сделала торт. И в тот момент, когда я его делала, на меня напало озарение. Я даже не знаю, с чем сравнить. Это как будто внутри все разрывается от того, что понимаешь, что наконец-то в этой жизни ты нашел и прочувствовал всеми буквально миллиметрами своего тела, своей души, своего сердца, что это то, чем хочется заниматься. Потому что торты соединили в себе и готовку, и декорирование, и работа с цветом, и прочее-прочее. Мне всегда нравилось, что-то связано с творчеством. Я шила, вышивала, вязала, все, что угодно. Любила делать макияж, ну и до сих пор люблю. Это мы видим, очень красиво. И, соответственно, все, что мне нравится, соединилось именно в тортах. И я подумала, что значит, нужно сделать еще, попробовать еще. Начала делать для своих знакомых, для друзей. И как-то так совпало, что впоследствии начала работать на заказ. Слишком много времени мне не потребовалось, чтобы перейти к работе, потому что, признаюсь честно, не буду скромничать. Даже самый мой первый торт, я смотрю уже спустя столько лет, я понимаю, что это очень была достойная работа для уж тем более первого раза. И дальше все лучше и лучше и лучше. Ну то есть вот реально соединилось все, что только может понравиться. И поэтому я думаю, сейчас, когда я смотрю и на свои работы, и на то, какой путь проделан, понимаю, что я была рождена для этого, именно для тортов, для этого сладкого мира, для работы, которая совмещает в себе не только выпечку, да, не только работу непосредственно со вкусом, но и декор. То есть кондитер, он должен быть и скульптором, и архитектором, и математиком, и тут же и бухгалтером, и все-все-все, что угодно. И эта профессия особенности, когда работаешь сам на себя, должна включать еще миллион всего того, что нужно уметь. И фотографом заодно, и прочее, прочее, прочее. И СММщиком вести, это все красиво выкладывать вовремя, да, чтобы была правильная реакция. Но идея вашего мужа, я думаю, что, ну, можно ему теперь памятник просто поставить, да, сказать, что спасибо тебе, любимый, за то, что ты меня когда-то потолкнул к тому самому любимому делу. Вообще вся история безумно вдохновляющая. Я рада, что нас слушают там тысячи людей, да, которые, возможно, сейчас тоже сидят и думают, вот я вот боюсь, или я стесняюсь, да, там не получится. Вот, ребята, живой вам пример сейчас в студии открытой кухни. Просто нужно делать то, что тебе нравится, пробовать, да, рисковать. У меня вот в связи с этой историей есть вопрос к Валентине, да, Гурцевой, которая у нас вот является куратором того самого шоу, на котором выступает, выступила сегодня, да, Мария, насколько мне известно. Валентин, вот много ли у вас сейчас участников, да, на шоу Moscow Cake, да, которые вот так вот без образования, чисто на энтузиазме, чисто на вот этой любви и огне в сердце, в глазах, вот пришли к тому, что сейчас там всемирно известны? Да, всем привет еще раз. На самом деле, действительно, в общем-то, участников таких много. Не все в этом году выступают у нас на фейкполе. Я знаю действительно очень много кондитеров, которые начинали сами с нуля с дома, с работы дома. И сейчас либо работаете в ресторанах, либо работаете вот как Маша на дому, очень крутые истории делают. И такие истории действительно вдохновляют очень многих. Поэтому мы стараемся ну ежегодно приглашать кондитеров, не только которые суперпрофессионалы, понятно, да, что это один из основных критериев, но и вот людей, которые могут вдохновить на то, чтобы на сегодняшний момент человек, который боится и думает, вот у меня не получится сейчас уже большая конкуренция, как я буду это продавать, что мне делать и так далее, чтобы вдохновить их, стать действительно крутыми кондитерами, делать то, что нравится в душе, а не просто, грубо говоря, мучиться там на какой-то работе, приходить в отпуск и каждый день думать, Жень, ну я же могу там что-то больше. Круто. Ну вот мне кажется, это самое главное, то, что вы на столь масштабном, да, мероприятии, знакомите аудиторию, да, говорите, что здесь образование, ну собственно, если ты хочешь, ты его потом параллельно можешь получить, если ты хочешь, ты будешь днями и ночами вычитывать все, что тебе надо, потому что действительно многофункциональное, да, направление, где и калькуляции нужно уметь знать, понимать, да, и в целевую аудиторию попасть, и все кондитерские, да, аспекты, так как это химические своего рода тоже соединения, это лаборатория, да, где ты должен понимать. Вот я хотела бы у Марии спросить, да, как вот вы нашли тот самый уникальный стиль вот в этом кондитерском искусстве, потому что то, что вы делаете, да, еще раз радиослушателям скажу, да, Мария Маград, наберите в Google, вы увидите просто тысячи работ, которые чем-то, наверное, похожи на что-то связанное с Игрой Престолов, что-то такое очень мифическое, мистическое, сказочное, да, вот как вы нашли, почему это не розовые милые капкейки, да, это не какие-то там макарунцы, да, которые, ну, точно всем понравятся. Как вы нашли эту нишу для себя? Хочу еще раз поблагодарить за все приятные слова, а если говорить о том, что нравится, что хочется, то здесь у меня четкое мнение на этот счет, что, конечно же, когда мы начинаем что-то, когда мы только пробуем, и в особенности, когда появляются первые заказчики, то стараешься ориентироваться только на то, что хотят люди, и, конечно же, чаще всего они приходят с какими-то картинками из интернета, либо, а вот мы попробовали у своих друзей, и мы хотим нечто подобное. И, конечно же, в самом начале я тоже работала по такому принципу, и старалась, конечно, наносить что-то свое, но на некоторых тортах я эмоционально чувствовала, что это мне не приносит столько удовольствия, когда, например, я делаю нечто действительно отличающееся, особенное, и в особенности, когда мне говорят, Мария, сделайте вот так, как вы хотите, мы вам доверяем. И в какой-то момент получилось так, что заказчики в принципе перестали говорить мне какие-то свои пожелания, и это мне приходилось у них выпрашивать, просто требовать, чтобы мне было хотя бы на что опереться, за что ухватиться, потому что они максимально доверяют и знают, что им понравится все, что я сделаю. Я думаю, что каждый человек, который, неважно, каким делом занимается, это могут быть какие-то изделия ручной работы, да, из глины, да хоть тарелки, да хоть кружки, да хоть вязаные шапки, это не имеет значения. Если человек искренне будет любить то, что он делает, то это будет самый лучший вариант. А если это делается, образно говоря, из-под палки, когда нужно ориентироваться на слишком много критерий в каких-то сложных, то, конечно же, результат может отличаться. И если говорить об образах, о том, что в большинстве свои торты фэнтези стили выполнены, то это просто моя какая-то личная любовь. Мне хочется создать такой волшебный мир вокруг себя. Мне не хочется искренне делать каких-то мультяшек или еще что-то, очень много обращаются, просят сделать исключения, сделать детские, к примеру, тортики с героями. Но не лежит у меня к ним душа, и поэтому я даже себя не мучаю этим и делаю только то, что искренне хочется. И это получается. Вы, как считаете сами, насколько вот в этой нише, в этом направлении развита конкуренция? Или вы чувствуете, что ваш продукт абсолютно уникальный? Потому что, честно, я вам признаюсь, я что-то подобное вижу первый раз. Я, конечно, живу сейчас не в России, но тем не менее. То есть это реально первый раз, когда я увидела такое на рынке, что захотелось просто, как говорится, залипнуть и просто листать эту ленту и смотреть бесконечно фотографии. Ну, конечно же, изначально хочется сказать, что, к примеру, в России, в странах СНГ, это очень молодая у нас отрасль, и небольшое количество мастеров работает в каких-то таких сложных направлениях, в работе с 3D-тортами. Но все начинает расти, люди начинают пробовать, они стараются, они изучают что-то новое. Например, если мы смотрим на Британию, где происходят какие-то крупнейшие события именно в нашем узком направлении, то там это уже что-то не то чтобы обыденное, да, потому что все все равно делают разное, но все-таки там уже люди привыкли, и они понимают, что возможности нет. У нас все зарождается, все только начинается. И если мы говорим, например, про, в принципе, создание, про работу и про прочее, то мы, ну, должны понять, что за этим стоит огромный труд. Это очень тяжело. И не каждый даже, скажем так, вяжется в это, потому что нужно забыть о сне, о еде, нужно постоянно учиться, учиться, учиться. Это не в плане, что посетить какие-то мастер-классы и поставить галочку себе, а постоянно ночью даже, может быть, напролет сидеть и пробовать какие-то новые техники. То есть постоянно искать и быть вовлеченным, естественно, в процесс. И мне кажется, что вот это желание постоянно учиться и пробовать что-то новое, именно оно движет и оно развивает отрасль. И если еще такой момент сказать, да, про торты и про то, что это тяжело и сложно, да, что нужно, конечно же, искать материалы, потому что из обычного, к примеру, крема, да, что кремовый тортик сделать и сделать 3D торт, это разные технологии, именно производство. Недостаточно просто сделать вкусный бисквит, вкусный крем. Нужно еще приложить усилия для того, чтобы это все не развалилось, чтобы это держалось, имело хорошую форму. Потом еще желательно сверху все это классно покрыть и тут же быть художником, чтобы это окрасить. И если говорить о том, как, например, я пришла именно к таким тортам, то моя жизнь перевернулась в тот момент, когда я приобрела аэрограф. И только благодаря этому инструменту, в принципе, можно получить работы высокого качества с художественной точки зрения прежде всего, потому что окрашивание вручную, оно не даст того эффекта, который дает аэрограф. И вот когда у меня он появился, моя жизнь вот в кондитерском мире, она разделилась на до и после. Аэрограф, давайте расшифруем, да, для тех, кто нас слушает, кто, возможно, не в курсе, это такой распылитель краски, да, в руках его можно держать, да, и, соответственно, не кисточкой долго, а он сразу заполняет те участки, да, которые должны быть окрашены. Валентин, вот я задала вопрос про конкуренцию. Вы, так как человек, знающий там уже сотни просто, да, шефов и кондитеров, насколько много сейчас участников или в целом представителей этой профессии, которые занимаются направлением 3D-торт? Алло, алло, так, Валентина у нас пропала. А, да, да, ко мне вопрос? Да, 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 к вам. Да, а мне не слышно? Сейчас слышно, но очень плохо видно. Слышно? Слышно, но плохо видно. Да. Давайте пока Валентина подключится, я, кстати, говоря, один кусочек не сказала, забыла про момент конкуренции, хочу сказать, про конкуренцию и про самоощущение, например. Я считаю, что когда начинаешь чем-то заниматься, не нужно думать о других, не нужно думать, что вот все вокруг, они лучше меня, они знают больше меня, у них опыта больше, чем у меня, потому что это демотивирует. Главной мотивацией к работе должно быть стремление прежде всего превзойти самого себя, каким ты был вчера, что ты знал вчера, что ты умел вчера, и, как я и сказала, учиться, 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 пробовать что-то новое. И тогда тебе будет абсолютно неважно. Делает еще 10 человек нечто подобное, что ты, либо 10 тысяч таких же человек. Я абсолютно согласна. Абсолютно согласна, да, потому что все-таки это, ну, ты сам должен быть для себя мотиватором, в первую очередь, да, за счет своих успехов. Дело в том, что кондитер, в первую очередь, это опыт, да, масса вот не даст собрать. Очень, Валентин, очень вас плохо слышим, может быть, попробуем без наушников, вообще почти не слышно. Так, а сейчас? Ну, получше, но все равно очень-очень, да, так прерывается. Ждем, 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 все в порядке. Вот так лучше? Да, гораздо. Спасибо. Да, отлично. Так, я говорила как раз, да, что кондитер – это в первую очередь опыт, и поэтому, конечно же, нужно делать, делать и делать. Но вы задавали какой-то вопрос у меня, я прошу прощения, просто так как сейчас идет выставка, и мне постоянно поступают звонки от спикеров, от наших подрядчиков. Вот Маше не надо соврать, я постоянно хожу с двумя телефонами, поэтому иногда прерываюсь, потому что поступает звонок, чтобы его сбросить и так далее. Повторите, пожалуйста, вопрос. Ответственная должность, мы все понимаем. И события тоже масштабные. Насчет конкуренции, да, насколько 3D торты, направление, насколько развито, насколько много, в принципе, представителей этой ниши, да, сейчас на рынке в Москве и Питере? Ну, вот Маша уже сказала, что это направление сейчас только развивается, и я действительно поддержу, потому что сейчас не так много кондитеров делают, развиваются в этом направлении. Конечно, это сейчас становится популярно, и все больше и больше кондитеров идут в это, потому что это необычно, потому что это смотрится и вызывает вау-эффект у человека, который заказывает торт, и, естественно, всем хочется произвести какой-то эффект, да, там, будь то на день рождения торт заказываешь, или тем более, если на свадьбу, и, грубо говоря, когда это вот красиво ввозится, хоть что-нибудь нереально 3D, я не знаю, что можно, Маша, вот, может, подскажешь, да, там, дракон, допустим, Маша на свадьбе, ну, это же настолько эффект вау, и вот у нас сейчас идет соревнование Москокейк-шоу, парт-класс, тоже есть работа по 3D-тортам, у нас есть такая номинация, и, ну, уровни разные, да, то есть к нам приехали участники, в общем-то, со всей России, уровень разный, есть послабее участники, есть участники сильнее, есть вообще классные работы, и, соответственно, сейчас направление только-только набирает такой вот оборот, и все больше становятся преподаватели, вот Маша стала преподавать непосредственно свою технику производства 3D-тортов, и это очень круто, так что, если кто нас слушает, кто хочет делать так же, как Маша, вы можете к ней подписаться, я думаю, в Инстаграме написать, она вам скажет, как вы сможете у нее поучиться, и есть действительно люди, у которых уже очень круто можно учиться и повышать свое мастерство. Ну вот как раз про мастерство, да, сколько занимает времени приготовление 3D-торта, да, какие материалы используются, ну, то есть такие более технические моменты, надеюсь, что мы хотя бы чуть-чуть сможем раскрыть, да, а все остальное записывайтесь. Давайте вернемся к этому после небольшой рекламной паузы «Открытая кухня». Еще раз добрый вечер, в эфире «Открытая кухня». Сегодня мы продолжаем наш месяц, посвященный Moscow Cake Shock 2020, в связи с этим у нас на связи снова Москва. Я рада еще раз поприветствовать дистанционно в своей студии Марию Маграт, шеф-кондитер, которая делает эпатажные, абсолютно необычные 3D-торты, и Валентину Гурцеву, которая является куратором Moscow Cake Show 2020. Еще раз всем привет, девушки. Мы уже поговорили, собственно, про вдохновение, про то, как прийти, как найти свою нишу, да, как не бояться, что должно мотивировать начинающего специалиста в этой отрасли. Но теперь давайте более детально, да. Мария, насколько вот мы все видели ваши работы, я, к сожалению, не вживую, но надеюсь, что мир когда-нибудь откроется, и мы с вами познакомимся вживую, и я смогу попробовать. Скажите, вот 3D-торт, да, во-первых, почему такое название для наших радиослушателей, да, которые, возможно, сейчас вот не очень поняли вообще, о чем идет речь, да. Второй момент, как научиться этой технике, то есть есть ли какие-то суперособенности от там, ну, привычных кондитерских изделий, которые мы можем видеть на витринах магазинов или пекарни? Конечно же, прежде всего хочется сказать, что любой торт – это 3D, потому что он объемный. Но почему есть такое, скажем так, понятие, почему их так называют, и это прежде всего сделано для удобства. Почему? Потому что стандартные торты имеют форму либо цилиндра, либо куба, либо еще, ну, что-то очень простое, да, либо прямоугольные. А 3D-торты – это, по сути, торт скульптура. И это самое главное различие. Любой торт 3D, но 3D-торт – это скульптура, скажем так. Ну, это для самого простого понимания. То есть, по большому счету, с какой бы стороны ни подойти, он всегда будет объемным, он будет необычным. То есть, то, как бы мы видели любой объект в реальной жизни. Если мы делаем торт в виде дракона, значит, это будет дракон, и со всех сторон это будет дракон. Если это кошечка, значит, это будет кошечка. Прямо как живая, но только с едой, понимаете? И все в этом роде. Если говорить о том, какие конструкции, как это все строится, как это все держится, тут хочется сказать такой забавный момент, потому что реально у людей, которые не работают в данной сфере, которые не приближены к производству, есть такое заблуждение, что наверняка все держится на честном слове или при помощи магии, и что внутри ничего нет. Но на самом деле для того, чтобы изделие, в особенности, если это что-то очень крупное, и чтобы все держалось, необходимо, чтобы внутри торта была конструкция. Она может быть сделана из разных материалов. Но, конечно же, самые приятные и самые лучшие для использования это деревянные опоры, деревянные основы. И для того, чтобы сделать торт, нужно для начала сделать конструкцию и все просчитать. Скажем так, нарисовать образ торта и прорисовать те места, где нужно поместить опоры и основы. Допустим, если какой-нибудь крупный торт в форме кита, к примеру, мы должны прорисовать, где какие будут ярусы. То есть внутри одного кита может быть даже целых три яруса торта, но они таким образом хитро и умно сделаны, вырезаны, сформированы, что никто никогда даже не догадается, что внутри что-то есть. Ну и плюс в остальном эти торты, кроме наличия какой-то сложной конструкции, работы над скульптурированием, над вырезанием, над покрытием, они не отличаются, к примеру, по вкусу от обычных тортов. И это такой момент, который может обижать и даже немного злить тех людей, которые очень много работают в данной сфере, потому что, к сожалению, бытует такое мнение, что вот есть торты вкусные, и они простые по форме, а есть торты красивые, но значит невкусные. Но это на самом деле не так абсолютно, потому что внутри 3D торта может быть абсолютно любая начинка, которая может присутствовать и в самом обычном простом торте. Точно так же хорошее количество крема, классные нежные мягкие бисквиты и начинка в том числе. Но отличие именно в том, что этот торт имеет особую форму. И, конечно же, используются разные покрытия для того, чтобы эту форму держать. В частности, это все держится на шоколаде. И сверху используется уже в зависимости от пожеланий кондитера и от его специфики работы. Либо мастичное покрытие, либо пластичный шоколад, либо просто шоколад. И далее, далее, далее по списку. А что касается красителей, чем вы пользуетесь? Потому что они у вас настолько все разноцветные, да? И, возможно, кто-то из там даже наших радиослушателей, кто загуглил, посмотрел ваши работы, говорит, да нет, этот кислотно-фиолетовый цвет точно не может быть натуральным. Расскажите об этом, пожалуйста. Вся пищевая индустрия и все, что ее касается, ушло уже очень далеко. И на данный момент существует огромное количество пищевых красителей абсолютно в любой гамме цитовой. Начиная от каких-то безумных неоновых оттенков и заканчивая даже нежными и приглушенными. В разной градации, в разной насыщенности цвета. И более того, существуют блестящие красители, кандурины, к примеру, и либо еще какие-то другие жидкие могут быть, сухими. Вариантов множество. Производителей точно так же очень много. Индустрия не стоит на месте, развивается. Все это безопасно для употребления. Есть, конечно, красители, которые не нужно в огромном количестве употреблять, но это и в принципе невозможно, потому что минимальный расход идет, и он не может никаким образом навредить человеку. Но сразу же тоже немножко такой подробной теории. Может быть, вы будете теперь сегодня знать очень много. Существуют точно так же красители, которые называются food contact, и они используются, к примеру, только для того, чтобы сделать эффектное, яркое покрытие сверху, но их не нужно кушать. Как раз таки потому, что в составе могут идти какие-то металлы, которые, в общем-то, если они войдут в ваш организм, они так же и выйдут, они не принесут никакого вреда, но в каких-то огромных, больших количествах их лучше не употреблять. И это еще, скажем так, называется условно-съедобные материалы, но по большому счету, если честно признаться, это касается не только красителей. Многие элементы декора, которые украшают торт, они тоже являются условно-съедобными, просто потому, что они несут именно пищевой ценности в плане какого-то влияния на вкус. К примеру, вафельная бумага, которая является съедобной, но она не имеет никакого особо вкуса. И еще много-много разных вариантов, поэтому я считаю, что внешние какие-то атрибуты, декор нужно воспринимать именно как красивая оболочка, красивая обертка, которая может быть съедена, но это не значит, что должна. И, конечно же, самый важный момент, что торт – это то, что внутри, под этим слоем покрытия. И это и есть тот вкус, который вы хотите получить, та начинка, которую вы выбираете, а внешние элементы декора, они никаким образом не влияют на этот вкус или на эту начинку. Спасибо большое за развернутый такой ответ. Я думаю, теперь вот точно не должно быть опасений, да? Если что, можно всегда проконсультироваться у кондитера и сказать, а это точно можно есть? И что из этого будет бутафория, а что из этого действительно съедобная часть? Скажите, сколько требуется времени, чтобы сделать какой-то стандартный ваш торт в виде дракона или сундука? Потому что я вчера сидела, гадала, думаю, «Боже, наверное, это можно делать 24 часа, потому что там столько деталей, это же такая ювелирная работа просто». Действительно, можно делать далеко не 24 часа, можно и сутками сидеть. Но, конечно же, так как это съедобные изделия, так как у всех, в особенности кондитерских изделий, есть ограниченный срок годности, то работать необходимо очень быстро и делать что-то невероятно в кратчайшие сроки. Не могу сказать, кто сказал, очень какую-то забавную такую цитату и, конечно, прям процитировать вам дословно не смогу, но читала нечто подобное, что именно кондитеры являются истинными художниками, потому что им нужно сделать шедевр в кратчайшие сроки, и он будет уничтожен. И, собственно, конечно же, мы не берем в расчет время изготовления, бисквита, подготовки, крема. Если говорить о декоре, то он может занимать от 4 до 10-15 часов. Некоторые элементы декора, они сделаны, например, из сахарной пакты, из мастики. Если есть возможность, то их можно подготовить заранее. Они, допустим, некоторые даже должны просохнуть, чтобы держать форму. И поэтому кондитер, конечно же, должен распределять свое время с умом и просчитывать все нюансы, чтобы не опоздать, чтобы успеть вовремя. Ну и, конечно же, затягивать тоже нельзя. Момент именно покрытия и структурирования. Это все происходит очень-очень быстро. Ну, вот примерно сроки, да? То есть, условно, если я хочу у вас заказать торт, я понимаю, что есть еще параллельно много заказов и свои моменты, которые стоит учесть. Но сколько это примерно займет время? Вот так, от и до. Я думаю, 2 дня нужно брать, чтобы и выпекать, и подготавливать, и декорировать, и отдавать, и все. Ну, 2 дня, наверное, точно. За сутки, в принципе, можно справиться, но это тот еще стресс. А какой был ваш самый необычный заказ? Ох, все. Честно, даже не могу выбрать, потому что каждый раз это что-то новое, что-то необычное. Я не повторяю свои дизайны. Я всегда создаю для каждого заказчика индивидуальный торт, потому что это именно концепция моей работы. Я считаю, что раз уж вы решили, что на празднике должен быть необычный торт, то он должен не повторяться, быть эксклюзивным в единственном роде и прорабатываю с каждым заказчиком отдельно. Все пожелания, возможно, какие-то мечты, любимые оттенки, любимые животные, еда, фильмы, музыка, все, что угодно, все, что откликается в душе именинника, значит, это можно использовать для того, чтобы придумать какую-то задумку и реализовать ее в торте. Валентина, а у вас уже выявился какой-то фаворит из того, что делает Мария? Я в целом фанат драконов и с детства, наверное, поэтому тема драконов мне близка, но у Марии есть классная коллаборация с иностранным брендом, где дракон тоже, по-моему, да, у тебя в этих деталях таких, например, в шайбочках, в... Да, но, кстати, нет, это работа не для коллаборации, это стимпанк-дракон был, да, это не для коллаборации, это был очень, кстати говоря, интересный тоже заказ, и у меня вообще 9 драконов на данный момент сделано разных, это мои дети, вот, но стимпанк-дракон, конечно, тоже занимает особое место в моем сердце, потому что, в принципе, этот стиль, один из моих самых любимых, он совмещает в себе все, что может нравиться, вроде бы это и грубо, и как-то необычно, интересно, и сюда же и фэнтези, и такая тема разносторонняя, многоплановая, и с разных сторон, есть какой-то романтичный стимпанк, есть а-ля постапокалипсис, и все в этом роде, поэтому работать в этом направлении, в этой теме можно до бесконечности, вот прям обожаю стимпанк. Да, она очень крутая. Если мы говорим про отзывы, да, вот, может быть, если нет какой-то одной любимой работы, да, то, может быть, вы вспомните самый такой запоминающийся положительный отзыв или реакцию, да, на вашу работу, и самое то, что вас, может быть, расстроило, да, или вот-вот-вот где недооценили, или был какой-то язвительный комментарий в соцсетях, можете вот так на контрасте вспомнить, поделиться? Ну, честно признаться, у меня не было плохих отзывов, и мне никто не верит, но это действительно так. Я думаю, что это как раз таки из-за того, что я слишком глубокое общение с заказчиком провожу, это, конечно, тяжело, забирает много сил и эмоций, но вот я по-другому не умею. Мне хочется именно так взаимодействовать с людьми для того, чтобы создать нечто особенное. Если говорить про положительные отзывы, то некоторые мои заказчики пишут не то, что отзыв, а целые оды на несколько страниц, расписывая вот все, начиная от путься, заканчивая какими-то элементами декора, которые до глубины души их затронули. И если вот так сейчас вспоминать, то, честно признаться, первым на ум мне пришел отзыв, когда я делала дракона как раз таки для своих постоянных заказчиков. Изначально я делала на годик их ребенка дракона, их друзья и близкие не оценили, скажем так, потому что они были в шоке. Почему вы заказали дракона на годик ребенку? Нужно было что-то нежное, что-то такое, ну как обычно, пинеточки, либо еще что-то. А они свою дочку называют драконом, поэтому хотели именно дракона. И спустя пару лет они снова заказали для дочки своей торт, и я сделала спящую малышку в груди камня с мхом. И знаете, когда... И, конечно же, они мне не говорили, что делать, просто было пожелание, что это должен быть дракон. И когда они получили этот торт, заказчица была не то что в шоке, она мне написала, что не могла понять, как я могла так сильно прочувствовать и передать в торте их любовь, их заботу, и то, как они относятся к своему ребенку, к своей малышке. То есть настолько это получилось чувственно, глубоко, душевно. Я читала этот отзыв и просто плакала, потому что это было очень эмоционально и, конечно, приятно, когда удается установить такую глубокую связь даже со своими заказчиками, чтобы, не зная их близко, суметь передать все те чувства, которые они испытывают. Ну, а, во-первых, профессионализм. Вы в начале эфира говорили, что шеф-кондитер, да, это не просто кондитер, да, это еще и там архитектор, скульптор, еще несколько профессий, но, видите, это еще и психолог, да, это человек, который должен... Поход на то. Да, то есть здесь действительно такое... Можно перечислять бесконечно, сколько должен, с какими качествами должен обладать человек, чтобы и отзывы были такие, чтобы они не просто вот один раз, да, заказывали, а потом всем друзьям рассказывали, становились постоянными уже клиентами. Валентин, ваше мнение. Вот вы, еще раз, да, подмечу, что знаете сотни шефов, да, может быть, у вас сложилось уже определенное мнение, что нужно делать, да, чтобы не воспринимать так близко к сердцу реакцию аудитории, реакцию, там, тех, кто пишет комментарии, да, потому что все-таки, представляете, да, сутками человек рисует, человек подбирает, человек сам растет с каждым заказом, а тут кто-то вот написал, там, ну, какую-то гадость, знаете, это что же бывает. Вот, может быть, вы с шефами общались на эту тему, как вы считаете сами? Ну, знаете, на самом деле, действительно, кондитер должен быть психологом, и это очень большая тонкость, грамотно общаться с клиентом, потому что клиенты тоже бывают очень разные. Да. И многие клиенты очень требовательные, некоторые не могут, допустим, сформулировать, что именно им хочется, при этом кондитер делает что-то на свой вкус, но не угадывает, да, опять же, кто хочет клиента. От этого тоже бывают конфликты. Есть просто люди, которые специализируются на хейте, да, то есть так называемые хейтеры, которые, в принципе, мне кажется, ну, часто без разбора просто начинают писать какие-то гадости, и, конечно, стрессоустойчивость для кондитера, она очень важна, так же, как, в принципе, и для организатора мероприятий, потому что мы постоянно с этим сталкиваемся, и что можно так сказать, да, что просто делать свое дело, делать свое дело качественно, чтобы вам самому было за него не стыдно, чтобы вы гордились тем, что вы делаете, и, соответственно, были уверены, что да, я делаю это на 100%, или даже на 150%, я уверена, что мой торт вкусный, я уверена, что мой торт крутой, красивый, я прикладываю максимум усилий для того, чтобы он таким и оставался, и бывает, что начинающий кондитер, допустим, они немножко пренебрегают тем, чтобы лишний раз побояться спросить что-то у клиента, лишний раз побояться какое-то замечание сказать или пожелание, даже обратите внимание, что вот в этом торте это важно, допустим, поставьте его сразу в холодильник, вот это, кстати, очень частная такая история, когда, особенно свадебные торты, и клиент заказывает, ой, нам сейчас не до торта, все, поставьте здесь, мы потом в холодильник уберем, а там холодильник не работает, или холодильник наоборот морозит, и на выходе у клиента разочарование, хотя кондитер, он еще не виноват, вот Маша, наверное, тоже знает таких много случаев, и, конечно, здесь очень тонкая работа именно кондитера, чтобы донести до клиента важность тех рекомендаций, которые нужны для того, чтобы торт был максимально качественным и эффективным для их торжества, чтобы они действительно все соблюбили, и, конечно же, немаловажная часть это доставка, на которую тоже очень часто, слетает много тортов, и обидно, поэтому я считаю, что если кондитер-профессионал, он должен либо доставлять сам личный торт, либо у него должен быть мега крутой человек, помощник, который знает все тонкости, нюансы, и тогда проблем не должно быть, да, Маша? Да, согласна, но еще хочу сказать один момент, точно так же некоторые заказчики, они отказываются и от первого варианта, и от второго варианта, и тогда задача кондитера настолько подробно и четко объяснить, какие могут быть от этого последствия, чтобы человек понимал, что тогда вся ответственность будет прежде всего на нем, и точно не на кондитере, как на исполнителе, потому что в окружении, имея много коллег, которые делятся своими историями, переживаниями, это самая распространенная проблема, какие-то торты на торжества, различные крупные, кондитер расшибается в лепешку для того, чтобы сделать все, чтобы было идеально, но все рушится, когда заказчик игнорирует все эти слова и думает, что знает, как лучше, поэтому, если вам говорит кондитер что-то, нужно верить на слово. Ну да, или там, пожалуйста, если вы сами забираете свой заказ, там не надо его ставить в багажник, да, лучше там позовите подругу или другу, которая будет бережно его в руках, вот так вот держать, да, и ехать с вами рядышком, а для некоторых, ну ничего, поставлю, там хоп булыжник, или хоп какой-то лежачий полицейский, и все, и торт разбился, помялся, и не дай бог, какая-то деталь декорирования, да, нам просто отлетела, и опять же, это кто, это виноват кондитер, не сказали, не предупредили, и все, и день испортил. Да, немножко перебью, хочу вот на этот момент тоже сказать, что, конечно же, нам со стороны кондитеров может быть обидно за такие действия со стороны заказчиков, но важно, чтобы кондитер понимал, что необходимо донести до заказчика информацию, потому что я на своем опыте встречалась с ситуациями, когда передают даже, к примеру, капкейки, хотя казалось бы, да, маленькие, небольшие изделия, и мне говорят, а можно я боком в чемодан их поставлю, то есть не стоит винить людей за то, что они не понимают вот все эти специфики работы, многие привыкли к магазинам, изделиям, тортам, которые можно и перевернуть, ничего с этим не произойдет, а домашние все-таки изделия, либо какие-то нежные, из натуральных ингредиентов, они больше подвержены деформированию и прочему, соответственно, и относиться к ним нужно более бережно, и, конечно же, огромная ответственность на кондитере, чтобы все это донести и объяснить каждый раз, даже если к вам люди возвращаются, нужно постоянно проговаривать, вот как прям попугай, одно и то же, что это нельзя, так не нужно, лучше вот так, потому что вне зависимости от того, как поступит заказчик, заказчик, кондитер должен осознавать свою ответственность за то, что он по максимуму должен сделать все, чтобы изделие было сохранно и принесло удовольствие как и заказчикам, так и ему в конце, когда его будут благодарить за его работу. Супер, ну у нас сегодня прям эфир такой живой инструктаж, да, пособие, можно просто сидеть сейчас, выкисывать себе на листочек все плюсы и минусы профессии, да, на что точно стоит обратить внимание. У нас остается буквально, да, две минуты до окончания нашего эфира. Последний вопрос к Марии. Мария, о чем мечтаете, вот честно, что, кем и где себя видите через, например, пять лет? Ну, наверное, замечательным преподавателем, потому что я очень много лет шла к этому, и мне каждый раз казалось, что, ну, недостаточно, еще недостаточно. Меня все спрашивали, ну, почему ты не учишь? Ну, давай, уже пора. Причем стали задавать эти вопросы уже спустя где-то год работы, но я вот пять лет такая, нет, я еще не готова. И вот прошло столько лет, я чувствую именно у себя потребность, что мне пора делиться. Я уже переполнена, и нужно рассказывать, рассказывать, рассказывать. И передавать свои знания, потому что они должны жить, и люди, конечно же, должны узнавать новые техники, стараться развиваться в этом направлении. Ну что ж... И не допускать, конечно, ошибок каких-то, которые в свое время я на личном опыте там прочувствовала, пережила, чтобы сразу все было супер. Я думаю, в эту минуту мы просто обязаны загадать желание, чтобы через пять лет в Питере открылась кондитерская школа имени Марии Маград. Аж звучит как потрясающе. Загадываем, держим кулачки. Сегодня в моем эфире была потрясающе яркая, талантливая шеф-кондитер Мария Маград. Еще раз всем скажу, обязательно посмотрите ее работы. Это вы точно никогда не забудете. Валентина Гурцева, куратор Москва Кейк Шоу 2020. Дорогие гости, спасибо вам огромное. Потрясающе интересно. Опять кусаю локти, что не могу быть с вами и все это увидеть своими глазами. Но надеюсь, что мы еще встретимся. Желаю вам от души успехов. Берегите себя и пусть все получится. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok